Радио 54 Друзья, это тот человек, который Раньше рассказывал вам в программах Из Сибири с любовью Верно, верно, верно По которому до сих пор, кстати Мы продолжаем получать заявки от слушателей С просьбой рассказать о той или иной точке В регионе В этом году, давайте сразу определим ключевой момент Этот конкурс не только для Профессиональных гидов Но также и для людей, которыми гидами не являются Но вот они что-то знают Интересно, что может быть Фотографии какие-то Фотографии, семейные истории Может быть какие-то истории, которые рассказывали соседи Про свой милый любимый дворик Почему бы и нет, почему бы такую экскурсию не провести В прошлом году, когда Все экскурсии мы проводили в режиме онлайн На очередном фестивале Пеших экскурсий мы водили Как раз таки по местам, которые находятся рядом с домами По микрорайонам Я с удовольствием прогулялась По родной Затулинке Я там жила ровно 10 лет Я тоже считаю своей малой родиной Хороший райончик Мы прогулялись А сколько песен-то сложено об этом районе И все это мы послушали в прямом эфире А вот этого я даже не знал Песни про Затулинку? Песни или частушки? Песни, песни под гитару Про Затулинку? Да, про Затулинку Что вам рассказывали? Здесь сажали картошку Здесь там был выпуск коров Что там можно рассказать? Да много чего можно рассказать Ну, например Первый этаж Вот здесь была квартира на подселении В которой люди проживали Практически коммуналка здесь была Вот здесь была огромная-огромная лужа На которой каждую весну на плотах катались Мальчишки и девчонки Вот такие интересные истории А вот здесь вот Мы, кстати говоря, пытались развеять мифы Которые сложены вокруг Затулинки По поводу того, что вот там поля кругом Да нет уже никаких полей Все застроили Сейчас уже нет, конечно Я вот еще помню Я по этим гаражам, за которыми поля Затулинские начинались Ух, побегала в свое время в детстве В прошлом году просто все было в онлайне Все было необычно Все было необычно И действительно так вести экскурсию Когда к тебе люди подключаются И ты тут же где-то в чатике отвечаешь на вопросы Которые возникают Это очень-очень забавно А на нынешний фестиваль уже приходят заявки? Конечно, приходят, да Что люди обещают рассказать? О чем? Ну тоже разные локации, разные точки Будем надеяться, что будут элементы театрализации какие-то Можно придумать какой-то костюм Обязательно, да Надеть его В этом костюме провести экскурсию Давайте еще сразу набросаем вариантом Чтобы там потенциальным участникам было понятно Поиграть с костюмом Рассказывая о своем, к примеру, районе или доме Написать гимн троллейного жилмассива Обязательно Это заказ Это заказ, спецзаказ От Радио 54 Мы поклонники Мы поставим горячую ротацию потом Можно какую-то бродилку-игру придумать, например, да Совершенно верно Да, какую-то бродилку-игру Какие еще варианты нужны? В стихах Хорошо Запросто Но только берем Новосибирск Да, только Новосибирск Только Новосибирск Но человек мог, к примеру, жить в Новосибирске У него богатая семейная история Переехать в Сузун, к примеру Но эти знания-то у него все есть Ими можно поделиться в видеоформате Записать видеоролик в Сузуне Можно записать видеоролик в Сузуне Да, да, совершенно верно А вдруг какая-то любовь к Новосибирску у сузунцев есть? Можно и экскурсию провести, да, приехать с масками Будем стараться соблюдать дистанцию Социальная дистанция? Да, обязательно А тебе так и хочется обняться где-нибудь в Новую дома? Очень хочется Это понятно, да Авторы, во-первых, те, кто пройдет во второй тур фестиваля После отборочного Мы будем стараться как-то доработать экскурсию Чтобы это был уже готовый продукт Ну и плюс такое рекламное информационное сопровождение будет 100% А дальше посмотрим А может даже получится Нужно заполнить заявку, рассказав о себе, кто ты Как зовут, да, может быть, к какой-то организации вы имеете отношение Если вы самостоятельный гид, то так это и указываем Маршрут экскурсии приложить И все заявки мы принимаем до 24 июня на адрес электронной почты нашего куратора Получается, время тоже заканчивается? Заканчивается, да Мы поспешим Воротникова через Кей, нижнее подчеркивание Е, собака Мейл.ру Но эта почта указана во всех соцсетях музея Новосибирска Это важно Почту нашли, заявку до 24 числа отправили Будут следить за нашими социальными сетями Будем стараться объявлять это по максимуму Будет составлено расписание, конечно же Ну стартовая точка всегда в музее Новосибирска? Нет, нет, не всегда Потому что маршруты могут пролегать по-разному Соответственно, могут быть в разных частях города Любой может прийти, это бесплатно Бесплатно, да И пройтись ногами Да, ножками по красивому городу Музей Новосибирска два дня рождения Вот так Да, музей Новосибирска вырос из мемориального центра Кондратюка Поэтому первая дата это 07.07.93 год Дата основания музея Кондратюка А вторая дата, когда уже был зарегистрирован именно музей Новосибирска Это 1 марта 2010 года Поэтому тут можно выбирать сколько лет Обязательно в каждом филиале существуют детские программы Которые можно и нужно посетить Очень интересные темы Как в музее можно увлечь современного ребенка? Вот наверняка же надо искать какие-то работающие ходы Чтобы они смартфон-таки убрали И стали смотреть и слушать Что для современного ребенка придумано интересного в музее? А вот про индейцев у вас в каком-то филиале было не так давно, да? Да, не так давно А что было? Расскажите Я не был, я тоже вот Выставка была миниатюр Таких вот индейцы были маленькие представлены О, хорошо Мы стараемся какие-то разнообразные темы просто выбирать и представлять Во-первых Во-вторых, у нас есть такой специальный фонд Который позволяет потрогать ручками, что называется Что важно для ребенка, конечно Что очень важно для ребенка Ломает? Нет Бережно Бережно Насколько высоким спросом пользуются, на мой взгляд, эти очень интересные истории, которые вы с речным вокзалом делаете, с корабликами, теплоходами Ходят люди? Конечно Обязательно Обязательно Два часа истинного наслаждения Это правда А там же можно узнать об истории Каждой там проходимой точки, да? Конечно Все детали, да? Что еду, что вижу Да, вернее, где еду, что вижу А то мы узнаем Ну, ты лично ведешь, да? Да, бывало Ну что, все встречаемся, да, друзья? 2-3 июля Летний фестиваль пешек-экскурсий Все детали В соцсетях музея Новосибирска Всем желающим рассказать о какой-то интересной точке, в которой вы когда-либо были или живете по сей день Вам рассказали бабушки, ваши родственники, у вас есть фотографии, какая-то интересная история Что было раньше, как это выглядело Придумайте, как это подать Примите участие в этом фестивале, вполне возможно, именно ваша экскурсия потом обогатит то, что дарит музей Новосибирска горожанам Первое областное радио